Мы не должны допустить этого снова. И дизайнеры должны найти ответ, если вы не делаете это, ваши конкуренты сделают. Хотите создать iPad, изменить климат целой планеты. Привет, дорогие друзья, это новый Федери Влог, и сегодняшний выпуск посвящен такой удивительной штуке, как дизайн мышления. Если вы посмотрите, например, на Кремниевую долину, возникает интересный вопрос. Почему крупнейшие новые технологические прорывы происходят именно там? В чем секрет? За этим стоят конкретные живые люди и очень конкретные живые компании, благодаря которым это произошло. И это не всегда компании-блокбастеры, такие как Apple или Airbnb. Иногда это компании, которых мало кто знает, но вклад которых огромен. Например, это компания IDEO. Компания, которая была основана более 40 лет назад и начала заниматься инновациями, стыком инженерного и креативного мышления. Явилась одним из главных разработчиков и пионеров такого направления, которое называется дизайн мышления. Дизайн мышления – это определенный тип процесса, который позволяет решать бизнес-задачи творческим путем. В компании Fedorif мы верим, что маркетинг – это не наука о распродажах, это наука о росте, инновациях и изменениях. Мы не просто машем руками для того, чтобы создавать новое. Мы используем определенную методологию. Сердцем того, что мы называем change, является дизайн мышления. Дизайн мышления – это определенный процесс, который призван убрать ограничения с того, как работает мозг. Быстро прототипировать, не бояться ошибок. Но сегодня мы будем общаться с одним из первых сотрудников компании IDEO. Одним из ветеранов дизайна Кремниевой долины. Человека, который зовут Барри Кац, который написал несколько книг об истории дизайна. Сегодня у нас не очень попсовое интервью, потому что оно глубокое. Потому что оно, может быть, даже академическое. Потому что Федери Влог мы делаем не только для того, чтобы собрать миллионы просмотров на темах, как получить миллион, ничего не вложив. Нам интересна суть вещей. И я надеюсь, что эту страсть вы тоже разделяете. Доброе утро. Доброе утро. В мире так много дизайна, дизайнеров и дизайнерских компаний. Почему, на ваш взгляд, у IDEO получилось? В чем секрет этой компании? Что из ваших наработок мы можем позаимствовать и применить на практике в Федерев или любой другой креативной компании? Если честно, то отчасти это удача, отчасти мы были в нужное время и в нужном месте. Частично динамичное и визионерское управление. Львиная доля — это умение убедительно рассказать историю о том, что если следовать определенным алгоритмам в работе, то ты получишь сверхрезультат. История, которая имела самый сильный эффект, была не о компьютере или мыши. И вообще не об объекте, который мы создали. Это о челлендже, который мы пережили 30 лет назад. Одно из крупнейших новостных агентств США решило сделать профайл дизайнерской компании, и наши маркетологи связались с ними. К нам в IDEO приходят эти люди и дают нам челлендж. Ну, давайте, показывайте ваши процессы. Продемонстрируйте этот ваш инновационный стиль работы в команде, в которой будут социолог и художник, и инженер по электронике, и индустриальный дизайнер. Через дорогу есть супермаркет Уолл Фудс. Так вот, сделайте новый дизайн тележки для покупок. У вас на это есть одна неделя, и мы будем документировать процесс. Они снимали все. Брейнсторм, ресерч, прототипирование, и главное, то, как мы справляемся с задачей, с таким странным набором людей и инструментов. Но в определенном смысле это был настоящий взрыв. Кажется, одна компания из Австралии интересовалась возможностью производства этой тележки. Сейчас эта тележка служит экспонатом в музее. Дело было не в самой тележке, а в том, как команда из супер-вовлеченных и мотивированных разносторонне развитых людей работает вместе, где каждый ответственный строго за свой кусок работы, но никто не является продакт-оунером. Все это показали в эфире телевидения, и оттуда видео стало почти вирусным, и его стали показывать почти в каждой бизнес-школе Соединенных Штатов. Основатель компании Дэвид Келли как-то сказал, что если он увидит одного из своих топ-менеджеров, который получает 250 баксов в час во время рабочего дня, играющим со своей собакой у себя во дворе, то он вообще не станет переживать по этому поводу. Он не спрашивает, почему он не на работе. Потому что, вероятно, во время работы он попал в ступор. И когда ты в ступоре, то у тебя два варианта. Ты можешь тупо сидеть за рабочим столом и ничего не делать, а можешь играть со своей собакой и вернуться к полуночи в свой офис, потому что во время игры с собакой тебя осенило. Ты должен создать среду, в которой ты доверяешь людям, и они достигают своих целей в комфортном для них режиме, вместо того, чтобы заставлять сидеть их в офисе. Айдио оказалось в нужное время в нужном месте. В одно время в Кремниевой долине идеи стали мигрировать из лаборатории и отделов разработки на рынок. Компьютеры – отличный пример тому. До 1980-х компьютеры были только в распоряжении крупных компаний. А сейчас существуют персональные компьютеры, которые могут стоять на твоем столе или же на столе от твоего ребенка, дома. Так произошел переход от продукта, созданного инженерами для инженеров, к продукту, созданного для учителей средней школы или владельцев малого бизнеса. Это как раз и есть ценность работы дизайнеров, когда продукт становится доступным для широкого круга людей. Мы были там в то время, и это было безумие. В этом были свои плюсы и минусы. Минусы в том, что даже в Кремниевой долине в 80-х было не так много подобного рода спецов. Я убежден в том, пусть я романтизирую эту идею, что каждый регион мира имеет свои уникальные ресурсы и свои возможности. Заслуга идеи была в том, что в ней работали люди, которые умели распознать эти возможности в этой среде. И в разговорах с людьми из Украины я всегда говорю, что последнее, что вам нужно, это пытаться быть как Кремниевая долина или любое другое подобное место. Что вам нужно сделать, так это осмотреться и увидеть свои преимущества, и как комбинировать их таким способом, что никто в мире не сможет повторить. Мы в Федрив запустили новое направление, которое называется Customer Experience. Я и несколько ребят, которые являются крутыми квалифицированными специалистами, поможем сделать клиентский опыт в рамках бизнеса, продукта или сервиса гладким, понятным, удобным, найти, где что-то ломается и починить это. И мы сделаем так, чтобы клиент не только правильно проходил и чувствовал себя правильно на всем пути, но также чувствовал, как круто пользоваться вашим продуктом. И сделаем это эффективно с точки зрения вашего бизнеса, потому что опыт влияет на то, как это конвертируется в результаты. Также в рамках этого у нас есть отдельная услуга, которая называется New Product Development, в которой мы помогаем людям, у которых есть крутая идея или концепция, сделать из нее понятный, удобный и сразу продуманный с точки зрения потребителя продукт. Поэтому если у вас есть такие проекты, если ваш бизнес как раз сейчас находится на этапе, на котором вы понимаете, что можно потратить время и ресурс на проработку клиентского опыта, приходите к нам, и мы обязательно поможем вам с этим. Мы ждем крутых ребят с крутыми проектами, для того, чтобы вместе делать классные вещи. Окей, давайте я спершу расскажу вам немножечко про то, что такое дизайн-подхід, что такое дизайн-мислення. Это такой способ, в котором группа людей, иногда даже большая группа людей, может собраться вместе в одной комнате, вытратить определенную количество времени и создать что-то крутое. Это покроковый, итераційный подход. И в этом подходе люди пытаются очень глубоко понимать потреби и проблемы пользователей, певного сервиса, продукта или чего угодно. И потом, очень эффективно, креативным чином, придумывавши много разных решений, их, эти проблемы, решить. Что вы отмечаете как главный этап и поворотный момент за все годы дизайна? И как изменился термин или путь того, кто считался дизайнером, или что могло считаться дизайном вообще? Что ж, дизайн начинается там, где индивидуальный мастер начинает привлекать его или ее внимание от индивидуального изделия ручной работы до предмета массового производства. И это было сотню лет назад. Это очень молодая профессия. Это действительно, как я и сказал, движение от изделий ручной работы к массовому производству. Вы двигаетесь от вещи к плану. Мебельщики в 19 веке сделали бы стул. Красивый или уродливый, но это все равно стул. А дизайнер в 20 веке, на контрасте, создал бы план для стула, и кто-то другой сделал бы это. Дизайнеры сейчас отделены от процесса работы на фабрике и от исполнения. И следующий этап, когда что-то новое начинает происходить. И иногда это является результатом производственного процесса или технологий. Переход от пара к электричеству, например, это сделал большой вклад в дизайн. Иногда это может быть новый источник знаний. Мне нравится думать, что есть еще одна важная точка зрения. Она появилась совсем недавно в сотрудничестве поведенческой науки и дизайна. Дизайн определенным образом может быть описан как расширение области вокруг типов проблем, с которыми дизайнеры могут работать, и инструментарий, что у них есть в распоряжении для работы. Просто чтобы предоставить вам пример из IDEO. Компания берет свое начало где-то 40 лет назад. Она была создана на стыке механической инженерии и индустриального дизайна. Были инженерные консультации и много идейных консультаций. А мы говорили, мы дадим вам обе. Мы дадим вам что-то, что не только смотрится хорошо, но также и хорошо работает. Десять лет спустя мы начали включать туда и поведенческую науку. Мы давали гарантию, что представленный продукт пройдет и бытовой анализ, и опять-таки он еще и выглядеть будет хорошо и работать. Будет эффективным и электронным и все эти технические моменты. Но также он будет отвечать запросам реальности человеческого поведения. Все чаще мы начали сидеть рядом с индустриальными дизайнерами и инженерами, командой психологов. Раз уж вы упомянули компанию IDEO, какой продукт вы продаете, как вы себя определяете? И я процитирую. Мы подтверждаем. Иногда сложно объяснить, что мы делаем. Это с веб-сайта IDEO. Как вы видите, я использую слово «проблема непонимания» и ложных ожиданий между клиентом и дизайнерской компанией. Что может быть проектом? Что должно быть тем, за что команда платит, и как вы ограничиваете сервисы, которые предоставляете или не предоставляете, если вы так широко настроены? В первые десятилетия IDEO посещала все дизайнерские соревнования в мире. У нас была большая таблица на стене, которая говорила, что IDEO выиграла 30 золотых медалей, и это больше, чем все другие компании вместе взятые. Но постепенно мы прекратили участвовать в конкурсах, потому что становилось все меньше осязаемых проектов, которые мы могли бы показать. И причина для этого, я думаю, она ярко представлена в нашей сфере, это переход от дизайна продуктов к стратегическим консультациям. Я думаю, что ядро того, что IDEO сейчас делает, это стратегическое консультирование. И это одновременно плохая и хорошая новость, если честно. Плохая новость в том, что в этой сфере было много людей, которые пришли в нее, потому что им нравилось создавать вещи. И многие из них ушли, сказав, что все было прекрасно, но они больше не видят себя в новом направлении компании. Хорошая же новость в том, что дизайнеры, сколько я помню, всегда жаловались на то, что мы никому не нравимся, никто нас не понимает, никто не оценивает то, что мы делаем по достоинству. Теперь это неправда. Дизайнеры сейчас добились места за столом в костюмах. И сейчас мы знаем несколько компаний, где дизайнеры оккупировали исполнительные позиции. Я цитировал экс-гендиректора дизайна дела, который сказал, что сегодня дизайн-стратегия настолько же важна для успешного бизнеса, как и бизнес-план. Это и есть причина, почему идея сейчас меняет дизайн-образование, например, или каких-то других важных вопросов, к которым дизайнеры никогда не относились. Да, и это действительно феноменально. Я знаю дизайнеров, которые работают над проблемой детского ожирения в рамках дизайн-программы. Я знаю дизайнеров, которые работают над городским насилием в США, как с проблемой дизайна. Я знаю дизайнеров, которые работают над обеспечением образования для детей в лагерях беженцев. Как и везде, тут есть хорошая новость и плохая. Это действительно большие проблемы. Но это также приводит дизайнеров к ответственности за обвинения. Вы, ребята, пытаетесь показать свою экспертность в сферах, о которых вы ничего не знаете. Так что вызов здесь это сказать, у нас есть дополнительные умения, которые могут помочь достичь решения этих действительно критичных вопросов. Вопрос баланса между тем, чтобы быть специалистом и универсалом. Это напомнило мне о книге «Хорошая стратегия – плохая стратегия» Ричарда Руммельта, который говорил, что хорошая стратегия – это найти решение к наиболее важным проблемам, которые удерживают компанию от роста, найти наиболее креативный путь решения этого, и потом объединяя все предложения в исполнительном решении. Это то же самое, что вы сейчас делаете в IDEO, или как вы видите будущее дизайна, и какая роль у инженеров в этом. Потому что у меня есть вопрос, кто такой инженер сегодня в IDEO в этом случае? Как вы определяете и находите такой тип людей, и как вы подготавливаете такой тип людей в плане прикладных и дополнительных навыков? В IDEO есть много клише, которые сводят меня с ума. Но некоторые из них обворожительны. Я думаю, вы слышали о Т-образных индивидах. Я думаю, что это присуще украинскому миру бизнеса. Идея заключается в том, что для слушателей не ознакомленных, что мы ищем людей, у которых есть вертикальное углубление. Так что, если мне нужно поручить вам решить проблему с софтом или рендером, или исследовательскую проблему, и это ваша роль в команде, я абсолютно уверен, что вы сделаете это с высокой экспертностью. Горизонтальная линия в Т означает, что да, у вас есть технические компетенции, но опять-таки, это не только технические знания. Это могут быть исследовательские компетенции, артистичная уверенность, но вам также нужно смотреть по сторонам и понимать, что происходит в других дисциплинах, практиках, индустриях, которые могут влиять на вашу работу. У нас есть стратегия приема на работу. Вам нужно иметь вертикаль и горизонталь. Но у меня есть другая точка зрения на это. В случае, если технология или наука, дисциплина, что вы изучали, дойдет до абсолюта, вы найдете себя на дне канавы, смотрящем вверх на солнце. А вот горизонталь это персональный страховой полис для профессионалов. А что вы видите как главный барьер для трансформации в компанию, движимую дизайном из компании более классической и бюрократической? Я бы сказал традиционный бизнес, который не из дизайнерской или креативной сферы. Как вы ломаете этот барьер и как вы продвигаете внедрение дизайн-мышления в традиционный бизнес? Что ж, одна вещь, которую я выучил, что лучший способ это не трансформировать свою команду, а выбрать трех исполнительных директоров и отправить их в Дискул на воркшоп по дизайн-мышлению. Это может открыть вам глаза на многое. Был один интересный труд, созданный МакКинзи. Он называется «Вклад дизайна в бизнес». Он был создан в коллаборации с несколькими дизайн-фирмами. Для начала они говорят в первый раз попытаться оценить количество традиционным способом МакКинзи. Какой вклад дизайн дает вашему бизнесу? Так что они вывели четыре критерия. Все должно быть хорошо организовано на практике. Бросаете ли вы людям вызов в принятии рисков и получении наград не только за успех, но и в провальных ситуациях? Знаете, кто-то же принимает на себя большой риск небезопасным образом? Ставили ли вы когда-то дизайнеров на позицию лидера или же начальника, чтобы существовала прямая линия в коммуникации между дизайнерской командой и лидерским составом организации? Вы построили культуру прототипирования? Давайте представим ситуацию, что я пришел к лидеру, и я должен продать дизайн-мышление как концепцию, практически как продукт. какими будут топ-3 продающие аргументы, если вы хотите рекламировать дизайн-мышление как подход? Какое дополнительное преимущество или суть этого вы хотите подчеркнуть? Ну, топ-3 вещей. Пожалуй, первая из них это если у вас успешная компания, вы уязвимы, вы, вероятно, рискуете стать жертвой собственного успеха. Если вы не делаете это, ваши конкуренты сделают это. Способность изучать быстро и быстро двигаться это как навык поддержки, который нужен каждой компании. Есть много историй успешных мировых компаний. Я имею в виду лидеров индустрии, которые больше не существуют. И никто в компании не предвидел, что такое случится. Одна из главных вещей, вы должны быть готовы построить вашу организацию гибкой, открытой, готовой экспериментировать, которые являются основой дизайна. Я думаю, что вторая вещь, которую я хочу сказать, это очень важно. Это обсуждение изменений по книге дизайна. Это то, что мне нравится. Это куда более ответственно, я считаю, выделить вещи типа портфолио инноваций. Иногда вы действительно хотите создать айпад или новый для мира суперпродукт, который еще не видел никто, и чтобы он был успешным. Но если вы положите все ваши деньги, я уверен, что в Украине все так же, когда вы говорите с финансистом компании, то какая первая вещь, что вы слышите? Мы не можем себе этого позволить. Сбалансируйте ваши портфолио. Не добавляйте туда все свои активы и золото. Не переводите это в рубли, стоки. Сделайте это сбалансированным. Есть реальная вещь, которую вы точно знаете. Фокусировка на большой победе. Если вы делаете это, и если вы успешны, молодцы. Но это очень редко и очень рисково. Ставить все ваши активы на что-то одно. Это будет номер два. И что будет номером третьим, я не знаю. Что вы думаете? Первый это рост, когда я должен продавать. Потому что, когда ты хочешь расти, ты должен использовать это. Если ты не хочешь расти, не проблема, ты можешь не использовать это. Вторая вещь, это то, что вы сказали, портфолио инноваций, совершенно верно. Инновации приходят от обнаружения новых проблем и путей их решения. И проблема это настоящая. Но третья вещь, это то, что я говорю всем моим клиентам, это о мотивации людей, о драйве. Потому что, если вы не продвигаете такой тип техник, ваша рутина становится рутиной. Ежедневной рутиной вы теряете смысл вашей работы. Вы просто подходите к производству денег и вы теряете смысл вашей жизни. Потому что, когда вы находите действительно крутую проблему, вы начинаете действительно крутую жизнь. Потому что ваша жизнь обретает смысл. Это то, что я говорю. Это очень хорошая точка зрения. Я считаю, что это стимулировало меня подумать о том, что было бы моим третьим пунктом, о котором я бы говорил с потенциальным клиентом. Самый важный актив это точно не компьютер в дальней комнате и невозможности фабрики или цепочка поставщиков. Это ваши люди. И что должны ощущать люди, когда идут на работу утром? Это возможность для них представить что-то очень неудержимое. Возможность быть креативными. Возможность делать свой вклад. Возможность продолжать учиться на том, что вы делаете для людей вокруг. Я думаю, что если дизайн мышления означает что-то, то это инвестиции и способности людей. Вы наверное слышали обо всей этой дискуссии вокруг этичности дизайна. И IDEO даже выпустили небольшую книгу об этом. Что вы думаете о продуктах, которые вышли благодаря дизайн мышлению? Которые создают даже большие проблемы, чем те, которые они должны были решить? Дизайнеры долгое время характеризовали себя как те, кто решают проблемы. Ты сталкиваешься с проблемой и сразу предлагаешь решение. И то, решаешь ты эту проблему или нет, является показателем твоей эффективности. Я бы хотел предложить, чтобы дизайнеры стали настолько технически подкованными, что в большинстве случаев у них получается решить любую проблему. Не всегда, конечно, случаются ужасные провалы, но все же. Чаще всего, когда нужно создать новый софт или приложение, или офисный стул, или медицинский прибор, это получается. Это не проблема этического порядка. Я бы хотел увидеть, как смещаются акценты. Вместо того, чтобы фокусироваться на последствиях провала, что случится, если мы выпустим продукт, а он не работает, или не продается, или он ломается, и наносит кому-то вред. я бы хотел, чтобы дизайнеры сфокусировались на последствиях успеха. Это о профилактике проблемы. Как мир будет выглядеть, когда продукт или приложение, или здание станут частью этого мира? Это как с джином, которого обратно в бутылку не вернуть. Никто из тех студентов гарвардского общежития не подозревал, что сайт, который Марк Цукерберг и его друзья разработали для того, чтобы найти подружку на ночь, станет инструментом влияния на выборы в США для других государств. А теперь это реальность. Если Генри Форд пытался решить проблему внутреннего сгорания с точки зрения профилактики проблемы, а не как дизайнер, то он бы думал о том, как уменьшить количество пробок на дорогах. О, погодите, но не было же пробок, потому что не было и трафика особо. То, чем мы занимаемся, имеет громадное влияние. На фейсбуке зарегистрировано больше пользователей, чем людей, проживающих в Китае и Индии. То, чем мы занимаемся, имеет настолько громадное влияние, что мы не можем себе позволить думать иначе, чем с точки зрения профилактики проблемы. Как вы думаете, что станет следующим прорывом в дизайне? Я думаю, что таких вещей много. К примеру, мы начали сотрудничество с организацией, которая придумала и развивает концепцию экономики паттерн создания продукта и паттерн всей нашей цивилизации, потребительской цивилизации, заключался в том, что ты условно вырываешь в земле дыру, выкачиваешь оттуда ресурсы и потом перерабатываешь их, выделяя тонны СО2 в атмосферу и все такое. Потом ты превращаешь это все в продукт, люди его покупают, пользуются им, и потом, как только этот продукт надоел или сломался, вырывают еще большую дыру и выбрасывают его туда. Это определение линейной экономики. Мы можем существенно изменить климат целой планеты. Концепция экономики замкнутого цикла это ответ на вопрос, как мы можем совершить переход от паттерна, который я описал выше, к тому, где побочные продукты производства станут сырьем для следующего поколения. И дизайнеры должны найти ответ, как сделать потребление осознанным. Мы можем делать лучше. Что вы вкладываете в термин отличный дизайн? Думаю, я могу ответить на это в философском ключе. Отличный дизайн, я полагаю, должен проникнуть в потребности, чтобы понять, что люди думают, что они хотят, и предоставить продукты, сервисы и окружения, для того, чтобы говорить о том, в чем люди нуждаются. То, в чем они нуждаются, и то, чего хотят, это могут быть разные вещи. Но я думаю, что профессия дизайнера имеет в себе много ответов на эти вопросы, включая столетние истории, мы удовлетворяли очень поверхностные потребности, и мы уже точно достигли границы возможного в этом плане. И я думаю, что действительно отличный дизайн должен быть исследовательским как на индивидуальном уровне, так и на уровне социума. Сейчас это на сомнительном уровне. Нам же нужно продвинуть это с точки зрения цены, эстетики и также эргономики. Вы можете уточнить, что вы подразумеваете под искусственным или неправильным путем для последних ста лет? Окей. Позвольте мне быть конкретным и буквальным. Просто для примера. Как вы знаете, я живу в Пало-Альто в двух милях от Стэнфорда. И как и множество других барьеров Лос-Анджелеса, на пути к Силиконовой долине постоянные пробки. Наш город хотел прекратить это, и они проводили дебаты. И они пришли с решением. Мы построим паркинг за 20 миллионов долларов. И у него будет хороший дизайн. Он будет безопасен, и он будет настолько привлекателен, насколько паркинг вообще может быть. И сейчас люди могут ехать в коммерческий район, и они не будут ездить по кварталу по полчаса в поисках парковочного места. Но с другой стороны, это сподвигнет людей чаще ездить в коммерческий район. Нам нужно отойти на шаг от проблемы и говорить об этом в более широком смысле. И это цель, то, что облегчит людям вождение. Мы понимаем, что это неустойчиво. Хороший дизайн в данном смысле это тот, что производит стабильные структуры, которые не слишком уродливы. Отличный дизайн будет таким. Давайте подумаем об альтернативах, чтобы найти место для машин. Найти реалистичный альтернативный путь для того, чтобы доставить людей в коммерческий район и вывести их оттуда безопасно, комфортно, со всем достоинством на инвалидных колясках или с детьми. Так что мы предоставляем отличные решения для машин и ничтожные решения для людей в более широком и долгосрочном смысле. Не противоречит ли это концепции пристроить эмпатию к потребностям и желаниям людей, которые являются основой дизайн-мышления. Я думаю, что это очень важная стратегия. Путь нарушения дизайна, когда мы начинаем думать не только про красивые объекты, которые будут лежать в стеклянном кейсе на пьедестале в дизайн-коллекции в музее, но скорее это про вещи, которые говорят с моими потребностями. Окей, это была важная ступень в эволюции дизайна, сделать его человекоориентированным, а не объекта или денежно или техно ориентированным. Следующая ступень, мы должны понять наше существование в двух широких смыслах. Первый, мы есть коллектив, мы не изолированные индивиды, мы живем в обществе, и нам нужна социальная устойчивость решений. И второе, мы созданы природой. Необходимо понять, что ущерб, который мы задаем нашему климату, приводит к катастрофам, и что есть прямая связь между удовлетворением наших личных желаний с продуктами, с хорошим дизайном, и кризис среды, который в большой степени касается фабрик. И может быть, что нам нужно начинать думать выше, чем находится человекоориентированный дизайн. У меня нет заумного слова для этого, но я надеюсь, что вы поняли мою точку зрения. Я всем желаю удачи и смелости. Последнее, что я хотел бы сказать, это то, что мы переживаем уникальный исторический момент с пандемией. И несмотря на то, насколько глубокий этот кризис, а я отнюдь не оптимист на этот счет, но также это время колоссальных возможностей. Для дизайнеров, для их клиентов, для потребителей. Когда люди говорят о постпандемическом мире, я очень нервничаю, потому что не хочу, чтобы человечество вернулось в пандемический мир. Я жду изменений, которым давно пора случиться. Среднестатистический американец проводит 40 часов в год в дороге на работу. Четыре дня в пробке. Задумайтесь только. Мы не должны допустить этого снова. То, что мы делаем сейчас, это довольно корявая альтернатива живому общению. Нам нужно думать о том, как в постпандемическом мире сделать так, чтобы виртуальное общение было более живым и насыщенным. И как нам строить здания таким образом, чтобы они становились более осознанными в плане событий, которые происходят внутри. Какими могут стать города, если мы сохраним эту идею с дезинфекцией поверхности и избеганием источников инфекций. И так далее, и тому подобное. Мы не можем сбежать от пандемии. Что мы можем, так это подумать, какие возможности перед нами открываются во имя лучшего будущего. прощества. Редактор субтитров Корректор А. Субтитры сделал DimaTorzok